Здравствуйте, это портал Geekstart.net, меня зовут Ярослав И сегодня мы снова говорим об андроиде, как вы уже догадались из названия Совсем недавно я показывал 4.2 на планшете Nexus 7, сделанной компанией Asus Мы практически полностью прошлись по всем изменениям, которые есть в андроиде Тем не менее, в планшете есть не все новшества, которые есть в обычной версии У нас в руках есть Galaxy Nexus, спасибо доброму человеку по имени Боря Уже прошиты на 4.2 и сейчас мы посмотрим, какие там изменения и в чем разница между планшетной версией А разница есть, поехали! Первое, что нас встречает, это локскрин И первый вопрос, который меня постиг, когда я все-таки добрался до этой прошивки Где камера? А камера вот где Если правая сторона справа свайкнуть, мы попадаем в камеру, но о ней мы поговорим попозже Перейдем обратно к локскрину Вторая проблема, которая меня постигла, я сделал мировые часы и надеялся увидеть здесь, собственно, часы То есть Москвы, Парижа, которые я выставил, вопрос заключается в том, как их увидеть Очень просто, то есть я свайпаю вниз и появляется, собственно, то, что я хотел Если я свайпаю влево, появляются все мои смс-ки, весь мой календарь Ну и либо, если я хочу что-то еще добавить, я добавляю Ну, добавлено у меня все, я думаю, что в будущем будет добавлено все Второй пункт, который есть здесь на Galaxy Nexus 7 На Nexus 7, прошу прощения, это камера Давайте мы к ней вернемся Так, свайп вправо, открывается камера Камера выглядит теперь вот так Если мы хотим добраться до настроек, я просто зажимаю пальцем и вижу настройки То есть, допустим, я хочу выставить вспышку всегда включенной Или же я хочу развернуть камеру, если это тоже не проблема Либо же я хочу развернуть обратно Можно менять вот такие моменты То есть, все настройки, которые были ранее, они остались Просто теперь они выглядят вот так И можно менять баланс белого по-быстрому Если нужно чего-то более развернутое То есть, есть режим съемки авто, геотеги, размер фото и так далее Тут привели тоже несколько новых пунктов Это, точнее, один, это фотосфера Значит, фотосфера работает в таким вот духом То есть, мы фокусируемся на точке и начинаем вести камеру В нужную нам сторону Мы этого сейчас делать не будем, потому что процесс сейчас достаточно долгий, к сожалению И я сейчас просто покажу тот снимок, который мы уже сделали И который уже можно посмотреть Значит, перейдем в галерею Вот наша галерейка И здесь у нас есть камера И вот снимки фотосферы помещаются в центре вот такой вот значок Где мы можем, собственно, оценить Сначала она выглядит вот таким вот местом То есть, не очень удобно Мы можем сделать вот так И, собственно, делать вот такие штуки, например То есть, сделать вот такую вот непонятную штукенцу Я не знаю зачем, но снимки получаются достаточно прикольные Либо же мы можем вернуться обратно в редактор Это все понятно Но мы сейчас редактор смотреть не будем Он ничем не отличается от того, что есть в Nexus 7 А вот режим фотосферы есть И сейчас мы посмотрим, как это выглядит Вот так вот фотка открывается И мы можем пальчиком гонять ее, куда хотим Смотреть полностью место Значит, эта фотка делалась на весу Я не использовал ни штатив, ничего Дрыгался, как обезьяна В общем, не особо старался И, в принципе, получилось достаточно неплохо Но тут, правда, столб чуть-чуть покорежило Ну, это не проблема И у нас тут стадион Черноморец Внезапно стал кривой Ну, а в целом, на самом деле, это достаточно неплохо С учетом того, что ничего подобного вообще нигде в стоке никогда не было Пацаны, мне надо руки погреть Последние изменения, которые меня удивили У меня закрался вопрос Как я буду вытаскивать Notification Center Потому что, если я делаю обычный свайп Я просто вижу Notification Center Есть два варианта Либо вы делаете Notification Center вот так И нажимаете сюда и попадаете в эту штуку Либо вы делаете вот так И попадаете в нее сразу Это достаточно удобно То есть, они обошли этот момент Раньше двумя свайпами мы вытаскивали остальные обновления Теперь мы можем не просто вытаскивать остальные обновления А просто вытаскивать этот центр Вот В общем, что меня постигло То есть, я не знаю Может, потому что я просто кривой или что-то не нашел Но, в общем, в русском Свайп работает Вот, пример я написал слово Все отлично Но если я хочу написать Предположим, английским свайпом То почему-то оно не работает Я не знаю, почему Расскажите в комментариях, почему оно не работает Еще пару изменений, о которых я не сказал Когда рассказывал на 4.2 На своем Nexus 7 Если перейти в приложение Не в приложение, я петух Если перейти в безопасность То вот здесь снизу, помимо иконки Неизвестные источники Когда мы на нее нажимали Мы не могли устанавливать пиратские приложения То есть, в один клик становимся пиратом И вот еще один пункт Проверять приложение Запрещать установку приложений Которые могут нанести вред устройству Или предупреждать о них То есть, в теории Теперь в Android 4.2 Есть подобие какого-то фаирвола Или вируса Который может понимать Кто будет вам слать смс Точнее, и серия приложений Которые там смс фишеры Когда вы качаете какую-то приложуху А потом оно вскрытое Начинает слать платные смс Вот Ну, в целом и все, пацаны Больше изменений на каких Насколько я знаю Тут нет Итак, сегодня мы посмотрели На еще пару изменений В Android 4.2 Не все они были идеальны Но, тем не менее Фотосфера была просто очень крута И я считаю, что это, наверное Самое главное обновление Которое есть На сегодняшний день В Android И последнее, что хочется сказать По поводу сегодняшнего дня У нас на градуснике 5 градусов И я решительно ухожу отсюда Потому что здесь очень холодно Подписывайтесь на канал Где-то здесь Ставьте лайк И до новых встреч Все, пацаны, я убегаю Ну что, Боря Теперь твой Galaxy Nexus Описание Прокачиваем Дикстайтером Подписался Всем рассказал Не дай бог Не поставил лайк И всем друзьям Впикиваю это видео Ты меня понял? Хорошо Понял Спасибо